Телевизор Канал уголовный, спонсор Владимирский Централ этого канала, она пугает зрителей, телезрителей и говорит, расформировано, так искренне говорит, еще одно незаконное бандформирование. Вот раб сразу, ой, как жить дальше, опять эти бандформирования, ой, ой, что с нами будет? А как не раб думает? Не раб задумывается, незаконное бандформирование. Значит, где-то есть законное. И оно не расформировано. И мы даже знаем, почему. И даже знаем и где оно находится, незаконное бандформирование. Вот мне хочется, чтобы люди так и смотрели на наши новости. Еще другая дикторша тоже порадовала меня. Под первью больше всего было за последнее время видено летающих тарелок, но ни одна из них не была зарегистрирована. Значит, уже нормально, что вы смеетесь. Правильно. Потому что раб сразу думает, ой, летающие тарелки, че, как жить дальше, они же нас завоюют. Не раб думает. Угу. Под первью больше всего было видно летающих тарелок, но ни одна не зарегистрирована. Значит, больше всего у нас в стране пьют под первью. И словно поймав мою мысль, телепатический дикторша продолжает. Последний раз НЛО видел тракториста. Ну, тут я уже стал смеяться в открытую, ей в глаза туда, в экран, в дисплей, потому что концовка была такая. Тракторист погнался за НЛО на тракторе, но, слава тебе, Господи, не догнал. Вот такая оказия у него, вот такая неприятность у него произошла. Да. Вообще, знаете, мне иногда кажется, что наши новостейные программы – это какой-то бесконечный юмористический сериал. С двумя главными героями в главных ролях – это с Путиным и Медведевым. Любовный треугольник – Путин, Медведев, Россия. Кому она отдастся? Это вырежут на телевидении. Ну, я же не могу так выступать постно для вас, как на телевидении. Я же должен всё-таки как-то разнообразить своё выступление. Вот, вы знаете, Сколково у нас образуется, чтобы всё, как у Мерикосов было, чтобы у нас своя долина была силиконовая. У нас силиконовая долина, вон, на Рублёвском шоссе, там все бабы с силиконом ходят. Ну, нужна научная, какая-то такая поляна. Ну, и сверху поступило предложение пригласить американских учёных, на что им возразили люди трезво мыслящие, что американским учёным мы не можем платить такую зарплату. И тогда, я не буду говорить, кто, один из членов администрации президента, один из главных членов администрации президента, просто сказал, надо их заинтересовать, американских учёных, готовы? Нематериальными льготами. Вы попробуйте это сказать американскому учёному, мол, «Слышь, приезжай к нам, зарплата!» Но зато, он говорит, «Чё зато?» Он говорит, «Ну, ты сможешь переходить улицу на красный свет. А ещё за бойки заплывать тебе разрешают. Только удостоверение покажешь в воде, и тебя пропустят, что-то исколково. Первым выходить из самолёта сможешь, не дождавшись трапа. Я вам рассказываю новости, чё вы хохочете. Эти новости призваны пугать и кодировать население. Вот для чего нужны вечера юмора. Но когда наш президент в новостях доил корову, это... Вы знаете, причём не по интернету доил, а вживую. Мне так корову было жалко, потому что её два дня не доили специально, ждали. Она чуть не взорвалась, когда это всё произошло. Многие, конечно, не хотят смотреть телевизор в наше время, многие не хотят читать газету, ходят в интернет, а там не слаще, между прочим. Там даже намёка на цензуру нет. Я прочитал статью о своём любимом городе Владивостоке там. Она мне понравилась тоже в интернете. Город Владивосток посетила администрация президента Российской Федерации, и они сходили в зоопарк местный. И там была статья. После посещения членами администрации президента Владивостокского зоопарка уссурийская тигрица родила четырёх тигря. Фамилии членов администрации не названы, то есть практически отцовство восстановить не удастся. Вот почему я люблю вечера юмора. Потому что смех оберегает нас от этой глупости и от кодировки. Есть три проявления Бога на земле. Я эту фразу говорил часто по телевидению, но буду повторять, повторять и повторять, чтобы до людей дошло. Есть три проявления Бога на земле. Первое это природа, второе проявление это любовь, а третье чувство юмора. Природа помогает жить. Любовь помогает выжить, а чувство юмора пережить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова